Чиновник Такое понятие, как чиновник, надо смотреть с разных сторон. Если мы, например, берем сегодняшнюю ситуацию, то есть ситуацию здесь и сейчас, то чиновник — это фактически господствующий класс в России. То есть это люди, которые используют вот эти инструменты государства как семейный бизнес. Даже не столько люди, сколько семьи. Вот это вот современная ситуация. Она устроена именно так. Вот ты берешь любой маленький городок, абсолютно любой, на территории России и начинаешь смотреть. Соответственно, прокурор города — глава семьи. Именно так. То есть прокурор города — глава семьи. Или там глава клана. У него, соответственно, зять — начальник УБОПа. У него жена где-нибудь в областном суде сидит. У него, соответственно, дочка где-нибудь в районном суде сидит. И понеслось. Ну, понимаю, в Москве точно так же, но только по районам. Именно. Вот если мы берем крупные города, картина та же самая, но по районам. Вот прямо один в один, прямо до мелочей. Но картина точно такая же. То есть район Москвы, он является собственностью, фактически собственностью, вот какого-то клана, который состоит из каких-то определенных родов, из каких-то определенных семей. И они все вот так вот давно там друг с другом перетрахались. Понимаешь? Все друг другу родня. Вот одна родня сидит в администрации района, другая родня, соответственно, сидит в прокуратуре, третья родня сидит в этом следственном комитете, и так далее, и так далее, и так далее. И весь район получается собственность одного небольшого клана. Ну, или большого клана. Если это крупный город и большой район. Можно ли назвать этих людей чиновниками? Как по-твоему? Ну, нет, нельзя назвать. У них профессиональных наук нет. Вот. Вот ты сейчас очень правильную месседжу сказал. Вот у этих людей, у них полностью отсутствуют профессиональные навыки. То есть человек, который занимает место, предположим, прокурора города или прокурора района, он абсолютно может не знать законов. То есть вот у него знание закона может быть на уровне нуля. Нуля. Но при этом он прекрасно знает, кто у него вышестоящее начальство. Он умеет грамотно вот эту вышестоящую жопу резать, заносить туда барашка в бумажке. Понимаю, но в случае чрезвычайно какой-то ситуации, они же не справятся. В случае любой ситуации, вот их отношение к работе, оно заключается. Вот у него есть профессиональные обязанности, да? То есть вот у любого чиновничьего кресла есть должностная инструкция, список профессиональных обязанностей. Что человек должен делать, находясь в том или ином руководящем кресле. Вот они этой должностной инструкции не знают. У них работа другая, да? У них работа заключается в том, чтобы вот распилить вот эти вот бюджетные деньги, рассовать их по карманам, отдать наверх ровно столько, чтобы к ним не было претензий никаких. И, соответственно, вот они таким образом живут. А любые вопросы, которые возникают снизу, да, то есть вот снизу там что-то люди какие-то обращаются, у них там какие-то проблемы и так далее. Вот здесь вот эти вот любые вопросы снизу, они не решаются, они отписываются, да? То есть вот этот момент очень простой. Задача современного чиновника, вот в современном монастинском обществе, она заключается в том, чтобы ничего не делать. Ничего вообще не делать. Потому что если ты не сделал ничего, тебя не накажут точно. Ну да, я понимаю, что там любая инициатива, она наказывает. Именно так. Вот если ты что-то сделал, тебе есть за что предъявить, да? И в данном случае. Вот сверху, мы же ставящие товарищи могут сказать, о, слушай, ты тут что-то натворил, наделал, ну-ка занеси побольше денег. А то тут люди недовольны тем, что ты что-то сделал. Давай-ка денежку больше занеси. Чтобы мы глазки закрыли на твои вот это вот безобразие. А если ты ничего не делаешь, то к тебе и претензий нет. Понимаешь? Ну делается что-то, наверное, что денег приносит. А так в целом, да, я видел ситуацию, где там чиновника увольняли, там чуть не уголовку шили за то, что он там, словно говоря, там мост починил. Именно так, именно так. То есть вот любое действие, оно наказуемо. Любое бездействие, оно найдет целую кучу оправданий. То есть вот он обложится бумажками с ног до головы, любой вот из этих чиновников. Вот это как раз их, вот это они как раз хорошо умеют делать. Да, то есть вот в этом они собаку съели. То есть вот он обкладывает сам себя бумажками со всех сторон, таким образом, чтобы к нему не было претензий. Сверху. А то, что творится снизу, да насрать и розами засыпьте. Это вообще не люди. То есть вот эти вот, то, что там внизу бегают, это не люди. На них можно не обращать внимания вообще. Вот это современный чиновник. И в данном случае, вот как ты правильно говоришь, этого человека нельзя назвать чиновникой, понимаешь? Нельзя. То есть это вот просто семейно-клановая родовая система, это сословное общество, которое использует инструменты государства для личного обогащения и для коррупции. Все. Именно так сейчас устроена вот наша вот государственная система. А как в идеале должно быть? В идеале не бывает. Ну, никогда в жизни не бывает в идеале. Бывает по науке, понимаешь? Вот есть наука, которая тебе очень четко объясняет, как должно быть устроено государство. Как его надо сформатировать таким образом, чтобы оно было разумным и эффективным. Вот если ты выстраиваешь сословное общество, как вот у нас выстраивалось последние 30 лет. Выстраивалось полноценное сословное общество, феодально-рабская система, где две трети населения живут в нищете, то есть это вот этот вот нищий народ. И, соответственно, сословие обеспеченных, сословие богатых, и наверху сидит маленькая вот эта вот властная верхушка, сверхбогатые люди, которым всем владеют. Вот эта система выстраивалась 30 лет. Вот эта система, она не жизнеспособна. Понимаешь? То есть вот она функционирует ровно до того момента, пока вот она выстраивается. Пока снизу есть кого грабить. То есть пока есть, что разворовать в государстве, она работает, вот эта система, она эффективна. Пока у народа еще есть какие-то деньги, она существует, эта система. А потом она начинает коллапсировать. То есть это же система ниппель. Туда дуй, оттуда хвост. То есть вот эта система, она устроена так, то что все деньги снизу бегут наверх, а на низ они не поступают. А если у тебя денег внизу нет, вот у тебя нищее население, вот у тебя будет государство каким-то образом развиваться? Нет, деньги будут по кругу, а не от своего богата. И то пока не хочет. Вот у тебя нищее население, у тебя нет людей, вот у населения, у людей отсутствует покупательная способность. Это что означает? Это означает, что экономика начинает стремительно сужаться. Вот так вот. Как шагреневая кожа. Пока снизу поступал вот этот вот поток разграбленных, разворованных денег, то есть пока грабилось советское наследство, вот это вот. Были какие-то предприятия, которые можно было разворовать, распилить, продать. Вот эти деньги поступали снизу вверх. Где-то что-то можно было украсть, поделить, продать, и эти деньги поступали свежу вверх. Вот эта система, она прекрасно функционировала. Пока сверху бросали вот эти крошки со стола от безумных нефтяных доходов. То есть бросали крошки со стола населению, и тут же сразу их собирали, отправляя обратно наверх. Вот через эту вертикаль взяток. Вот эта система работала. А сейчас мы пришли к ситуации, когда внизу украсть нечего, денег внизу нет вообще, и соответственно сверху перестали бросать крошки в народ. Все, тупик, понимаешь? Тупик. Притом это тупик и экономический, и социальный, и идеологический. То есть тебе нечего предложить. Вот у тебя, по сути, две трети населения, они находятся в нищете. А тебе нечем объяснить вот этим вот двум третьим населения, а почему, собственно говоря, в стране такая жопа? Ты даже объяснить это никак не можешь, понимаешь? Но самое смешное, что она с населением особо не спрашивает. Население, оно никогда и не будет спрашивать. То есть большая часть вот этого населения, ну вообще, на самом деле, где-то процентов 90 общества, оно вообще никогда не спрашивает. Просто не спрашивает. Им фиолетово. Вот существует данная ситуация, они в ней живут. Вот просто в ней живут и все. Но в любом обществе существует вот эти вот 10 процентов людей адекватных. Адекватных, энергичных, которые хотят жить хорошо. Вот они хотят жить хорошо. И вот они будут задавать вопросы. Вот 10 процентов в народе, вот народ 67 процентов от всей вот этой вот государственной пирамиды. То есть, соответственно, 6,7 процентов общества, активного общества, оно сконцентрировано в народе. Вот эти люди, они сейчас с каждым днем теряют доходы, теряют деньги, теряют привычный уровень жизни. Понимаешь? Да, но эти люди в основном сейчас просто как-то решают вопрос, чтобы вообще свалить страну. Часть из людей, да. Часть, безусловно, уедет. Потому что, ну а какой смысл оставаться в обществе, у которого нет перспективы? Какой смысл? Это личный выбор человека. То есть, вот он смотрит на ситуацию, он понимает то, что вот эти люди из власти, они от власти самостоятельно не уйдут. Законными способами их подвинуть нет никаких инструментов, вообще ни одного. Просто ни одного. Люди не дураки. Они все это прекрасно вдупляют. То есть, вот они понимают, что система выборов не работает. Система вот этого вот государственного управления, она не работает. У тебя все вот эти силовые структуры, они сверху Дони закоррумпированы настолько, что те функции, которые они должны выполнять, как государственные системы, они выполнять не могут. Они работают исключительно как инструмент защиты вот этой вот существующей власти. В этом и проблема. То есть, все инструменты власти, они направлены на то, чтобы вот эта вот правящая верхушка, которая сформировалась именно вот в результате вот этого вот разграбления СССР, и является фактически вот этой вот, ну, грубо говоря, мафиозно-олигархическая верхушка. То есть, они являются основными собственниками всего, что есть в стране, всего, что осталось в стране. И они, соответственно, являются основными выгодополучателями от всего, что происходит в стране. И в данном случае ты их подвинуть законными способами никак не варишь. Люди это видят. В данном случае у человека какой выбор? Вот он понимает, что ты начнешь здесь вот что-то суетиться, что-то делать, ну, тебя просто закроют в тюрьму и все. Нахера им это надо? Так что, мой дорогой, вот этот вот разговор о чиновничестве, это все зависит от того, как ты смотришь на чиновников. Если ты смотришь на них как на систему государственного управления, вот в 20 веке это были нужные и полезные люди. Именно нужные и полезные люди. При условии, что они занимаются своей работой. А не при условии, что они разграблением государства занимаются, как сейчас. А если разговор идет о ближайшем будущем, да, то есть вот буквально так через 10-20 лет, то чиновников не существует как класс вообще. Они не нужны. Мы спокойно меняются с программным обеспечением. И в данном случае мы получаем абсолютно открытое, прозрачное государство, где вот этого вот класса чиновников просто не существует. Он уходит в прошлое, отправляется он по-мойку. Но это же будет не ближайше, там, 5-7 лет. Это будет ближайшие 10-20 лет. Именно ближайшие 10-20 лет. Другое дело, то что они этого категорически не хотят. Понимаешь? Вот те люди, которые сейчас находятся наверху власти, вот это вот вертикаль власти, выстроенная за последние 30 лет. Вот многие из них понимают, к чему мы идем. Очень многие понимают. Они сейчас вот кипишуют, то есть вот они устраивают вот эти вот развлечения в стиле «А-а-а, чипизация!» «А-а, электронный концлагерь!» «А-а-а, лесогонтовый эблин!» Вот это вот «Усатое шлюха» милголков. Это вот как раз именно вот проблема индейцев. То есть вот те, кто находится в обслуживающем персонале его власти, они почувствовали, что жопа загорелась. Возьмем с aciones Продолжение следует...